Все внимание на детали, лаконичное декоративное решение. И только жест рук и выражение лица княгини Ефросинья Ярославны выдают скорбь женщины, потерявшей мужа. Над этим холстом Мария Голосная работала больше года. Собирается подготовительный материал, выбирается стиль изобразительный, каким ты хочешь рисовать. Ну, соответственно, работа с натурным материалом. Для картины позировали студентки академии, проработка костюмов и орнаментов, детальное изучение византийских и русских фресок и, конечно, сбор научного материала. Это было самым сложным, признается художница. Нужно изучить ткани, которые существовали в древности. А сейчас их осталось мало, поэтому приходилось по фрагментам уже восстанавливать или дополнять уже по собственному воображению. Дипломную работу Марии Голосной и других молодых художников Российской академии живописи, вояния и зодчества Ильи Глазунова можно увидеть в Звенигороде. 9 сентября в отеле Татьяна Прованс открылась выставка «Поиск образа в русской истории». Даже в таком камерном формате она тоже наша историческая тема. Очень хороша, потому что ее можно за один раз посмотреть. Это такой своеобразный концентрат наших исторических картин. Тема выставки была всегда источником вдохновения для всех творческих людей. Это русская история. Звенигород – исторический город, который был свидетелем и древней России, и всей последующей истории. Студенты Российской академии живописи, вояния и зодчества Ильи Глазунова на Звенигородской земле не впервые. Результат сотрудничества высшего учебного заведения и местного музея можно увидеть в экспозиции «Древний Звенигород». Реставрация копии Звенигородского чина в 2014 году – их рук дело. Мы стали проводить практику студентов на иконах нашего музея, которые требовали реставрации. Ученики приезжали к нам летом, а также мы отвозили в Академию иконы из нашего собрания, которые большие и требовали реставрации. Выставка «Поиск образов русской истории» продлится до 10 октября. В дни празднования Дня города Звенигорода с 10 по 12 сентября посетители смогут не только насладиться работами художников, но и прослушать лекции искусствоведов, а также принять участие в мастер-классах преподавателей Академии.